Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о судьбе СВОшников в Дагестане и как в Дагестане на самом деле относятся к героям СВО. И тут будут интересные видео, вы не забудьте подписаться на канал, прямо под описанием к видео кнопка, нажмите на нее. Спасибо, нас уже больше миллиона двухсот тысяч и нужно дальше, мы настоящая армия на информационном фронте. Жмите кнопку лайк, палец вверх и комментируйте то, что я вам расскажу. Итак, в Дагестане на окраине поселка Гачау под Махачкалой погиб Базиги Талибеков, 37-летний такой, который герой СВО, вернулся только с СВО и тут погиб в Дагестане. Что случилось? Ну, в том, что говорят СМИ, есть конфликт за земельный участок между двумя семьями и приехали одни представители разбираться с другими. В результате конфликта один из них достал оружие и начал стрелять в толпу и вот этот Базигид погиб. Но не просто там земельный конфликт, а все имеет еще и другую, скажем так, окраску. И послушайте, что рассказывает, значит, мать погибшего, что обвинили в том, что он с русскими воюет и на русских работает. Они обвиняют, что ее сыновья за русскими воюет и говорят. Ну и послушайте, как там дальше сидят женщины и рассказывают, вот, как же так, СВОшника, ничего себе, посмотрите. Ну да, ребята честно выполняют свой долг, они служат своей родине. Как можно там, они раненые, приходят сюда и как можно в этих людей с оружием стрелять? Как можно убить человека СВОшника? Тем более, что отпуск везали, пришли помочь СВОшника, как там? На две недели приехали помочь. Неоднократно раненый. Ну, что ты сделал? Ну, так же тоже не может. Неоднократно раненый человек. Тут, конечно, значит, когда этот Базигид ехал убивать в Украину, его мама нормально к этому относилась. Ну, что там, убивает, убивает. Если бы где-нибудь погиб штурмой очередное полностью разрушенное украинское село, то тоже, знаете, может быть, получила мешок сахара, а может даже целую ладу. А тут, значит, расстраивается, как же так, приехал герой войны, его тут убили. Ну, такие герои там не только Базигид таким образом как-то исчезает. Еще один такой герой Ахмед, 48-летний. Он 9 июля на проспекте Гамзатова в Махачкале, там залез на крышу с ножом, что-то там требовал, кричал, какое-то звание своей матери, что-то еще. Причем, кончилось с тем, что его там приехала полиция, его оттуда стащили, отвезли в полицию, где он неожиданно скончался. Все, 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 все. Нарушники где? Вот такая история, какая-то неожиданная, да, приключилась. В общем, вопросов, что, как говорится, много. Там уже зэдблогеры требуют остановить исламизацию, которую, мол, запустил Путин. Но вы, конечно, можете требовать, а факт остается фактом. Многие люди в Дагестане прекрасно понимают, что они просто колония российская, и Россия их использует как колонию, забирает их детей, воевать, чтобы захватить новые колонии, как классическая колониальная империя. И они хотят свободы Дагестану. И рано или поздно крышка с этой кастрюлей, которая там варится, варится, и там булькает конкретно, и мы видим по этим примерам, что там булькает, и еще как. И рано или поздно ее сорвет. И вот тогда, вот тогда умоется Кремль, умоется кровью. Друзья, сейчас хочу вас попросить еще раз комментировать, что я вам рассказал, и что вы увидели. Обязательно подпишитесь на канал и жмите кнопку лайка. Спасибо вам, и присоединяйтесь к нашему сбору на маскировочные сети для ЗСУ. Это очень важно, присоединяйтесь.